Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мой короткий рассказ посвящен месту, которое лично я очень люблю. Монастырь Святого Георгия Мавравуни. Либо, если буквально раскладывать название, монастырь Святого Георгия у Черной горы. Для меня это не просто одна из достопримечательностей Кипра, а совершенно особенный оазис покоя и духовного восстановления. Монастырь Святого Георгия в Мавравуни расположен неподалеку от Ларнаки, в холмах посреди пустын и равнины. Это обитель с долгой и непростой историей, он почти неизвестен туристам. Здесь не увидишь блеска богатства в современной церковной атрибутике. Наоборот, монахами и местными жителями в этом хитизм и возможность духовной работы для каждого желающего. Несмотря на современные скромные упоминания о Мавравуни, когда-то еще до постройки монастыря Кикаса Мухирас он был одним из самых почитаемых монастырей Кипра. А его история, как и история самого кипрского народа, это противостояние злой воли, сил приходящих на этот остров, падения и раз за разом возрождение этого святого оазиса. Первый храм на этом месте был построен, предположительно, в IX веке. В письменных источниках впервые о монастыре Мавравуни упоминает святой преподобный Неофит в 1134 году. В 1722 году монастырь был обновлен и древний византийский ансамбль сменил архитектуру, которую мы и видим сегодня. Обитель святого Георгия Мавравуни пережила истребление монашеской общины и упадок во время восстаний против осман в 1821 году. В 1957 году при подавлении освободительного движения англичанами колонизаторами был нанесен ущерб постройкам и уничтожен коностас. Жители соседней деревни практически по крупицам в это время сохраняли уцелевшие иконы и другое наследие монастыря. А в 1993 году началось его возрождение. Здесь поселились настоятель Симеон и три монаха. В монастырский храм вернулась чудотворная икона святого Георгия. Сейчас на территории монастыря идет строительство нового храма, а под его фундаментом уже открыта для прихожан уникальная подземная церковь, освященная именами святых оптинских старцев. Настоятель Симеон впечатлил с образом Амвросия Оптинского, прототипа старца Зосимы из его любимой книги братья Карамазова, Достоевского. Именно эта книга и дала начало дружбе Симеона с монахами Оптиной пустыни и созданию вот такой необычной церкви. Надеюсь, у вас появилось желание узнать больше об этом оазисе спокойствия духовности, а может быть даже и приехать сюда. Также приглашаю вас в индивидуальные путешествия по Кипру с Кипругуру.